Анастасия Калашникова в прошлом пресс-секретарь в органах государственной власти, а занималась подготовкой материалов для региональных СМИ. Сейчас же девушка выступает по другую сторону камер, приковывает к своему телу внимание публики на областных и всероссийских площадках. В этом году у Анастасии первая победа – бронза на чемпионате по бодибилдингу в Казани, категория фитнес-бикини. Усердные ежедневные тренировки не прошли даром. Выступление спортсменки сорвало овации зала, что придало уверенности для покорения новых вершин. 70% успеха, как девушка, может себя подать на сцене. Мы очень долго отрабатываем эти моменты, походку, сценический шаг, взмах рук, взгляд. И, конечно, большое внимание уделяется образу. Мы заказываем купальники, думаем над прическами. Если несколько в сезоне выходов, то мы экспериментируем с разными образами. Следующий выход Анастасии на большую сцену состоится на чемпионате России по бодибилдингу в Ульяновске. Здесь же, но в другой категории, свою мускулатуру покажет Сергей Цыплов. Атлет большую часть сознательной жизни посвятил тренировкам и хорошо знает, красивое тело – это результат многолетней усердной работы. Плоды стараний судейскому составу спортсмен демонстрирует в семи обязательных позах. Это занимает около 15 секунд. Плюс минута на произвольную программу. Для желаемого результата Сергей уделяет внимание не только физической подготовке, но и меняет рацион питания перед днём «Х». Углеводы полностью урезаются. То есть, если я сейчас в обычной жизни на 100 своих килограмм, у меня 100 грамм углеводов всего, 80 граммов жиров, но остальное белок составляет, то в последний момент мы убираем углеводы. Водяная загрузка. То есть, делаешь 8 литров в два дня, потом идёт на снижение 6 литров, 4 литра, 2 литра. И в день выступления мы всего лишь выпиваем 100, максимум 200 грамм воды. Потому что стоишь под софитами, во-первых, на тебя наносят грим, кожа не дышит, и ты начинаешь потеть. Это не очень красиво смотрится на сцене. Из этих элементов складывается успешное выступление на чемпионате. К слову, он впервые пройдёт на территории Ульяновской области. Организаторы поставили перед собой цель создать не просто рядовые соревнования среди мужчин и женщин, а шоу, которое запомнят надолго. У нас будет огромная надпись, объёмный чемпионат России. У нас будут яркие экраны, тоже до края сцены. Всё это будет максимально эффектно. Мы сейчас изготавливаем фоны на эти экраны, более 20 фонов, чтобы каждая категория выходила наиболее эффектно, и чтобы зрители получили удовольствие от шоу. Бок о бок на сцене сойдётся практически элита российского бодибилдинга. Областная столица примет тысячу атлетов из 76 регионов страны. На момент выхода сюжета от спортсменов Ульяновской области поступило больше 10 заявок. Сам чемпионат откроют 12 октября на площадке Дворца спорта «Волга Спорт-Арена». Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Уллправда. ТВ.